Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об устройстве и функциях армопояса. Кто не знает, армопояс это лента из монолитного железобетона, которая заливается по всему периметру несущих стен. Монолитный пояс можно заменить кладкой из 4-5 рядов полнотелого кирпича, при этом по технологии кирпичную кладку следует проармировать стальной железной сеткой. Вот на этом доме мы, кстати, видим такой пример. Здесь используется не монолитный пояс, а как раз кладка кирпичей. Вот здесь у нас идет опалубка такая деревянная, куда заливалась у нас железно-бетонный армопояс. Ну теперь про главную функцию армопояса. Армопояс нужен для восприятия распирающего усилия крыши, чтобы стены не расходились в углах и сами по себе не трескались, мы строим армопояс. Мы рекомендуем, чтобы армопояс заливался замкнутым кольцом. Так как у нас одноэтажный дом, мы армопояс заливаем под маурлат. Маурлат у нас необходим как пригруз для крыши, чтобы при порывах ветра наша крышу не сносило и никуда не унесло. В армопояс заливаются шпильки диаметром 12-14 миллиметров, средним шагом 1 метр, но так как мы этого не сделали, мы будем действовать следующим образом. Мы просверлим в нашем армопоясе отверстие буром и вставим туда анкера. И через гидроизоляцию в виде рубероида прикрепим маурлат. Вот наша вся конструкция. Вон, дозалили армопояс в вот этих частях, чтобы несущую конструкцию имело. Вот так соединяем промежутки на гвозди. И вот здесь просверлили. Вон туда будем вбивать анкер. Если говорить про крышу, к маурлату удобно крепить стропилы. Стропилы можно крепить к армопоясу, но это весьма неудобно. Также ни в коем случае нельзя крепить наш маурлат к стенам из газобетона, потому что при динамической нагрузке ветра все ваше крепление расшатает и вырвет, и вы потеряете вашу крышу. Дальше. Армопояс у нас является закладной частью при строительстве навеса у дома, или, например, козырька, а также балкона. Армопояс может являться мостиком холода и пропускать мороз. Для этого необходимо его утеплять. Два варианта. Если у вас утепляется весь внешний фасад по периметру здания, то необходимости в отдельном утеплении армопояса нет. Если все-таки у вас нет наружного утеплителя, то стоит задуматься об утеплении вашего армопояса, чтобы в дом не проходил холод. Вот как раз такое же расстояние, которое выдержали, то есть по блоку. Вот у нас блок идет низоподлицо с армопоясом. Здесь будет утеплитель еще, пятерка, пеноплекс. Сюда она пойдет, прям так закроет все. И дальше фасадное утепление пойдет. Ну и теперь кратко по итогам скажу. Если у вас одноэтажный дом, то армопояс заливается под маурлат или закладывается кирпичная кладка в 4-5 рядов. Если у вас двухэтажный дом, то заливается армопояс под перекрытие. И на это перекрытие мы опираем наши балки и плиты. И третий вариант. Если у вас все перекрытие монолитное, то необходимости в отдельной заливке армопояса нет, так как ваше монолитное перекрытие будет полностью служить армопоясом. У меня все. Спасибо за просмотры. Лайки любим!